Новости в историях и деталях к событиям Псковской области. Что же делать? Сдаваться? Итак, очевидцы сообщают с места событий, что убил девушку-подросток и позже застрелился сам. Эти псковские подростки уже несколько часов держат нас в тревоге в поселке Струги Красные. Несколько часов шла спецоперация по задержанию забаррикадировавшихся в жилом доме местных школьников. Там они вскрыли сейф с оружием, открыли стрельбу по подъехавшей полиции и обо всем торжественно сообщали в интернете. Я поссорилась с мамой из-за того, что я как-то опоздала домой, что ли. Я отпрашивалась к подруге на ночевку. Меня не отпустили. Я ушла в итоге сама. Меня ночью нашли. *** конкретно жестоко. При Денисе, при маме его. Что я потом просто вернулась домой. Известно, что сотрудники полиции проверяли информацию о местонахождении пропавшего подростка. И вот когда полицейские прибыли к одному из домов, где по предварительной информации мог находиться пропавший, по ним и открыли огонь. Только что, буквально несколько секунд назад, полиция подтвердила, что да, действительно, трагедией закончилась эта история. Подросток действительно застрелил свою подругу и застрелился сам. До этого выкладывали они, я еще раз повторю, фотографии и видео в интернете, как подросток стрелял по полицейской машине. Как минимум дважды он по ней стрелял. Никто, к счастью, не пострадал. Ранее подростки попрощались со всеми в соцсетях. Я прямо процитирую это трогательное прощание. Я вас любил, но вы сами не заметили того, как разрушили мою психику и жизнь. Прощайте все, и друзья, и семья, и знакомые. Не волнуйтесь, уходить буду красиво. Удачи всем в своей жизни. И, пожалуйста, не бойтесь жить так, как хотите или считаете нужным. Жить в свое удовольствие – это наилучшая жизнь. Люблю вас. Но ничего не скажешь. Действительно, ушли. Красиво. Известно, что парень и девушка дружили. Им по 14-15 лет. Буквально за несколько дней до вот этой сегодняшней трагедии, 9-го числа, на его странице в соцсети появилась информация о том, что они, видимо, расстались. Навсегда в моем сердце, писал он, несмотря ни на что. Печально, что все так вышло. Это были самые незабываемые 7 месяцев. Только с тобой мне было хорошо, не ожидал от тебя такого. Верил тебе всегда. Любил, люблю и буду любить. Вот такое послание выложил подросток под совместным фото на своей странице 9-го ноября. Что же произошло сегодня? Как видели мы на трансляции, которую вели подростки в Перископе, у них достаточно все-таки теплые были отношения. Они отлично друг с другом общались. Ранее появлялась информация о том, что девушку могли взять в заложники. Но нет. Видео с Перископа как раз подтверждает то, что она по своей воле находилась на вот в этом вот доме и на своей странице во Вконтакте. Она еще одновременно писала, выкладывала пост о том, что это был ее осознанный выбор остаться наедине со своим другом в этом доме. Еще раз повторю, прошла информация по Псковской области, что потерялся подросток. И вот заподозрили полицейские, что он может быть заблокирован в этом доме. Подъехали туда полицейские машины. И вот подростки открыли по ним стрельбу. Ну, два раза, как было видно, они по ним выстрелили. Среди полицейских никто не пострадал. Отвоите хуйню. Нет. Ну, расскажу немного об этом поселке. Струги Красный он называется. Поселок городского типа Псковской области. 70 километров от Пскова. Там чуть меньше 7 тысяч человек проживают. Лесхоз есть на месте. В общем, раз это заготовка леса. Некий песчаный карьер имеется. Ну, такой среднестатистический поселок средней полосы России. Безусловно, это новость. Остается главной новостью этого дня. Что же случилось? Почему эти подростки ушли из жизни? Всю последнюю информацию, все официальные данные через несколько минут мы вам предоставим. Пока к другим новостям. Субтитры создавал DimaTorzok